Так, рейсилочка вперед, свистет. Позиция. Запустили. Поехали. Снова здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем наш путь по участку Петрозаводс Медвежья гора. В данный момент мы отправляемся с платформы Викши озера. Где раньше располагалась станция с этим же названием, вот еще остатки здания дежурной по станции. Станцию закрыли в тот момент, когда построили здесь вторые пути, когда участок стал двухпутным. Платформа осталась, потому что здесь есть деревенька, народ здесь садится, выходит, поэтому электричка здесь останавливается. Пассажирские поезда, не один здесь пассажирский поезд не останавливается. Сейчас я планирую заснять видео до станции Кеписельга. Есть предложение, кстати, к всем подписчикам предлагать свои идеи для видео для моих. Если кому-то что-то интересно, показать какие-то аспекты в работе, именно конкретные аспекты в работе машиниста, предлагайте. Я попробую это осветить, как там показать, если кому-то интересны определенные вещи. Сейчас мы следуем подъем проходной зеленой. Скорость растет не очень быстро. Тягу отключили, скорость максимально допустимая. Здесь уже начинаются скалы. Их может быть не очень хорошо видно зимой. Но чисто по профилю даже деревья справа у нас на скалах расположены. Поэтому и дорога начинает петлять довольно серьезно. И кривые, и подъемы-спуски тоже идут постоянно. Скальное место здесь. Перегон. Новый поселок Киписель до двухпутной. Максимальная скорость у нас 90 здесь по обоим путям. Для пассажирских, конечно же, поездов. Для грузовых не более 80. Были вопросы на канале о том, какие токи на тяговых двигателях электропоезда. Проходной зеленый. Честно говоря, никогда не беру в голову, какие там токи у нас. Потому что машиниста на электропоезде, в принципе, это особо не волнует. Я, конечно, могу открыть литературу, все это увидеть, прочитать. Но, по большому счету, в голове я это все не держу. Не вижу особого смысла. На пульте машиниста электропоезда Д9М никаких приборов, как вы видите, нет. Показывающих токи тяговых двигателей. У нас здесь прибор напряжения контактной сети и тормозные приборы. Тормозная магистраль и уравнительный резервуар, и напорная магистраль и давление в тормозных цилиндрах. Все приборы, которые у нас здесь на пульте, больше ничего нет. Причина проста. У нас тяга осуществляется моторными вагонами, а управление электропоезда из головного. То есть тяга на других вагонах. На тех вагонах, на моторных, есть у нас киловольтметры и амперметр, показывающие токи тяговых двигателей. Там они ездят. То есть помощник, когда обходит поезд, он должен контролировать их. Ну и вторая причина, что на электропоездах Д9М двигатели довольно слабенькие, электрические двигатели тяговые. И их токи особо никто не рассматривает, там нет таких критических значений. Электропоезд сам довольно легкий, разгоняется быстро. Нет особой причины забивать голову себе показаниями этих приборов. Проходной зеленый релеф. Сейчас у нас будет платформа 522-й километр. Кстати, это то самое место, где раньше была станция Кепа-Сигур. Если кому-то интересно, в 1916 году, когда построили эту дорогу, в Санкт-Петербург-Бумас, когда открыли по ней сквозное движение, господин Проскудин-Горский такой, проехал по ней и делал свои фотографии. Они считаются одними из первых цветных фотографий в мире. В данный момент они хранятся в Америке, в одном из музеев. Честно говоря, сейчас уже затрудняет сказать, в каком надо в интернете посмотреть. Но, тем не менее, их можно найти в интернете, посмотреть. Интересно. И в том числе есть фотография вот этого места, станции Киписельга. Есть станция Пергуба, есть мост через реку Шуя, есть и Петрозаводск там. Есть станция Медгора, это старый вокзал, который до сих пор работает. Так, ставим четвертый окран, собираем динамику с применением динамики. Так, 523 км. Предвходной зеленый. Кран в четвертом 7,4, в тормозной 4,6. Кран в четвертом 7,4, 4,6. Вот она, платформа, в принципе, она особо так неразличима даже. С той стороны вот у нас она хотя бы есть, там есть остановочка. А с этой стороны, в принципе, вообще ничего такого. Но, тем не менее, здесь люди выходят. Слева здесь деревня Киписельга, то самое старое поселение. Станция расположена чуть дальше, там уже новое поселение Киписельское. Выходят у нас работники на КТСМ, я так понимаю. Ну, хотя, может быть, и ПЧ. Закрывай, Олег, объявляй. Осторожно, дверь закрывается. Закрываем дверь. Закрывается, работал. Да, в порядок. Контроль давления зеленый, стоянка минуты. Свисток. Держится. Ставим. Сейчас мы будем снова делать зимнюю пробу тормозов. Я уже в одном из видео показывал, что это такое. Машинист должен каждый час тормозить, как я объяснял. Так, где мы тут с Киписельгой? С этого места от платформы 522 километра в сторону станции Киписельга идет очень большой спуск. Он идет через всю станцию и далее до 530-го километра. Этот участок, поезда следующие с севера станции Медвежья гора, тяжелые поезда, идут с толкачем. В том числе и из-за этого подъема. В принципе, да, преодолевая этот подъем, по большому счету, дальше уже толкач не нужен, дальше идет спуск до нового поселка. Но, тем не менее, толкач с хвостей поезда доезжает до нового поселка и уже там оцепляется, чтобы не оцепляться на перегоне просто-напросто. Так, справа поезда без замечаний. Справа поезда без замечаний. Где мне пробуем делать? Подъезжаем к входному сигналу уже станции Киписельга. По станции Киписельга 80, предупреждений нет. Одно вижу зеленый, да. Систок сигнал и знак свисток. Клуб дает ограничение 80 км в час. Контролируемая скорость начинает снижать до 80. Так, рюсилочку вставлю в ноль. Один с курсией прессивный. Да, да, да. ЭПТ я выключаю, торможу, снижаю давление в оборонительном резервуаре. Понятно, 7 есть. Снижаем скорость на 10 км в час. Так, на 10 снизили, спускаем тормоза. 120 эффективный тормоза. А на втором. 120 эффективный. Я тебя понял. Порядок, тормоза эффективный. Так, РПТ включаем обратно. Вот, собственно, мы сделали зимнюю пробу тормозов. Сложного ничего, но самое главное, внимание, пропускать ее ни в коем случае нельзя. Это будет очень грубое нарушение по тормозам. Вообще, в принципе, самое грубое нарушение для машиниста это нарушение эксплуатации тормозов и превышение скорости установленной. Выходной со второго пути зеленый. Зеленый, блин, просто. Станция Киписельга. Доехали мы до станции Киписельга с вами, друзья. Если кто-то хочет продолжить путь дальше, смотрите видео на моем канале. Я уже доехал до станции Медвежья гора. Так, торможу РПТ. Останавливаться машинист должен у знака остановка первого вагона. Это желательно, скажем так, не аксиома. Все, остановились, дверь открыли. Порядом. Всем всего самого доброго.